Доброго времени суток, мои дорогие любимые! С вами, как всегда, Марина, канал Diamond Dream. И сейчас я буду делать для вас уже ставший традиционным расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас. Мы с вами посмотрим на колоде Таро Родиан Души. Сегодня почему-то мне хочется работать именно с этой колодой, задуманного вами партнёром. Посмотрим, что происходит, какие события сегодня происходят в течение его дня. О чём он думает, что его беспокоит, какие мысли о вас и каких действий, в принципе, можно ожидать. О, смотрите, сегодня как-то он такой серьёзный у нас, господин Король Мечей, вышел. Каких действий от него можно ожидать? Ну, Король Мечей выскочил прямо из колоды, значит, какие-то серьёзные вопросы, наверное, он сегодня решал в своей жизни. Возможно, ему приходилось принимать какие-то решения, такие довольно острые, хладнокровно, так сказать, обдуманные. Ну, давайте будем смотреть. Пока подготавливаю колоду, задумайте, пожалуйста, вашего партнёра. Назовите его имя, дату рождения. Вспомните какие-то подробности его внешности. И будем надеяться, что карты Тарона покажут именно вашу ситуацию, вашего партнёра. Я же напоминаю, что по вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста, на WhatsApp. Большими буквами сообщения – обучение. И в этом случае я смогу оперативно увидеть ваше сообщение и ответить вам и на ваши вопросы, пообщаться с вами. В том случае, если вы мечтаете обучиться делать расклады Тарона самостоятельно и доверяете мне, моему опыту, и вам нравится моя энергетика. Благодарю вас за лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Если есть желание перевести донат, ссылочки под каждым в видео. Благодарю вам, низкий вам поклон. Я вас очень люблю. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Итак, я надеюсь, вы уже своего партнёра задумали. Подумали хорошенько о нём и смотрим. Ну, смотрите, что творится. У нас выходил Аркан Король Мечей, выпадал прямо из колоды. И сейчас у нас на дне колоды выходит Паш Мечей. Наша задача – посмотреть, что происходит сейчас в его жизни. Некие конфликтные ситуации. Выяснение чего-то, прояснение чего-то. Могут быть интриги, склоки, сплетни, какие-то столкновения, недопонимания. То есть сегодня с чем-то таким в течение дня он столкнулся. Кроме этого, этот Аркан говорит о том, что этот человек за вами следит. Следит за вами. Возможно, в интернете как-то, в соцсетях, может быть, в мессенджерах. Заходит посмотреть, допустим, в WhatsApp, когда вы были и вышли, к примеру. Возможно, вы висите онлайн, и он там весь ревнует, прямо сходится от своих каких-то отрицательных эмоций. Либо, может быть, вполне возможно, он о вас кого-то спрашивал. То есть какую-то информацию о вас выведывал. Но сегодня, на самом деле, так себе энергетика. В каком плане? Если вчера был более или менее день у него, мы смотрели, то сегодня у него какие-то конфликтные ситуации в течение дня случались. Вы можете об этом не знать. Нам показывают истину, как это есть, скрытые какие-то моменты, о которых вы не обязательно должны знать. Энергетика мужчины сегодня. Какова она? Ну да, действительно, даже какая-то ситуация могла произойти в его жизни, которая заставила его уйти от какого-то прежнего сценария, из каких-то, может быть, отношений, может быть, с работой, может быть, от какой-то, ну, в принципе, от какой-то ситуации, которая его не устраивала. Посмотрите, восьмерка кубков. То есть здесь человек отвернулся, развернулся спиной и ушел. Это может отыграться абсолютно в любой сфере его жизни. У нас общий расклад, его смотрит огромное количество людей, поэтому сказать точно, что это, я, к сожалению, не могу. Но это аркан ухода. Ухода от чего-то, от какой-то ситуации, от каких-то проблем, либо от каких-то вещей, которые ему не нравятся. Может быть, и уход из отношений. Может быть, вы сегодня, допустим, с этим человеком расстались. Либо, ну, в принципе, он от чего-то ушел. Вот сегодня такая у него энергетика. Человеку надоело что-то, что-то его уже, ну, вот просто поперек горла встало, грубо говоря. И человек решил уйти. Но это уход по-английски, восьмерка кубков. Он как ушел, так и может вернуться обратно к этому человеку, от которого ушел. Либо в эту ситуацию, от которой он ушел. Но, тем не менее, у него здесь либо такой порыв, желание есть. То есть, знаете, вот бывает такая энергия, что, ой, ну, все заколебало, ничего не хочу. И человек либо уходит, либо намечает какие-то шаги, уже начинает, так сказать, уход из этого. Либо он конкретно уже ушел. Ну, вот что есть-то есть. Что происходит в его жизни? Эта энергетика у него таковая, некое какое-то разочарование, усталость, желание уйти, либо уже действительно реальное действие. Что происходит в его жизни? Что происходило, либо происходит? Ну, вот действительно, пятерка мечей. Сегодня у него день конфликтов, конфликтных ситуаций, стычек, столкновений, выяснений отношений, какой-то нечестной игры. Мог кто-то его либо подставить, либо поступить с ним как-то нехорошо, либо выйти с ним на конфликт, на какой-то обидеть его. У него может быть сейчас такое вот состояние, что я обиделся, меня обидели. Уж не знаю, это были вы, либо какие-то люди другие в его жизни, тут кто угодно может быть. Но вот сегодня в его жизни происходили ситуации не самые благоприятные. Сегодня он с кем-то мог столкнуться, столкновение интересов, столкновение интеллектов, столкновение просто вот какое-то словесное. Но что-то здесь было у него. Ну, либо происходит прямо сейчас, потому что мы спрашиваем о том, что, какие энергии сопровождают этого человека сегодня. Ещё что, с чем это связано вообще, что это? Так, смотрю на прямых. С чем это связано? Это тройка мечей. Но здесь может быть и с отношениями. Но тут дело в том, что могут быть взаимоотношения, в принципе, как с любимой женщиной, так и с какими-то партнерами. Король жезлов. Но тут больше мужские дела. Что-то такое по мужским его каким-то делам. Да, и прям сильно переживают. Девочки, у этого человека сегодня какие-то проблемы. И это не проблема, это не касается женщин, отношений. Хоть тут и вышла тройка мечей, тем не менее, нет. Это касается больше каких-то его мужских дел, каких-то проблем по работе, по карьере, взаимоотношений с какими-то мужчинами, с друзьями, возможно. Ну, вот что-то такое. И прям, вы знаете, он переживает. Вот сегодня у него сложный день. Даже можно пожалеть бедняжку, потому что что-то сегодня такое у него неблагоприятное. Опять-таки, не факт, что вы об этом знаете. Тут не обязательно человек вам об этом рассказывает. Более того, может, ему даже и не хочется об этом говорить. Потому что этот такой удар прям ему в душу, в сердце нанесен. Ой, мне прям даже жалко его стало сегодня. Наш голубчик как-то ему сегодня не по себе немножко. Мысли о вас. Он думал вообще о вас сегодня? Если да, то какие мысли были еще? Конечно, думал. Он не просто думал о вас. Он думает о вас, в принципе, постоянно. Здесь мысли о вас постоянные. Но мужчина хитрец, мужчина манипулятор, мужчина что-то от вас скрывает, как-то хитрит, что-то от вас утаивает. И он это понимает, и он об этом подумал. Он об этом именно и думал. О том, что он от вас утаивает. Какие-то тайны у него есть. Какой-то потайной карманчик у него есть такой, который он от вас скрывает. И он об этом думает. Что, в принципе, он с вами обращается не совсем честно. Вот так можно сказать. Вы его королева Пентакли, безусловно. Мысли тут о вас практически постоянные. Вы женщина для него, безусловно, ценная в его жизни. Но он понимает, что он с вами ведет себя недостойно. Девчонки. Вот что есть, то есть. Он понимает, что хитрит, что манипулирует, что недостаточно честен с вами. Также у кого-то из аудитории может сегодня отыграться, что он о вас думает, что вы тоже хитруша, еще та. То есть он хитрец, конечно, но вы ему подстать. Потому что он может перехитрить, он может вами там манипулировать, как ему захочется. Но и вы тоже еще та штучка. У него тоже такие мысли могут быть о вас. Давайте спросим чувства его к вам сегодня. Нам же тоже интересно узнать чувства его к вам сегодня. Аркан солнца, девочки, самые светлые и прекрасные чувства к вам. Ой, опять цепляю камеру. Вы для него аркан солнца. Мужчина эгоистичный. Мужчина во многих ситуациях ведет себя как какой-то незрелый ребенок, такой эгоистичный и даже где-то в чем-то наивный. Даже если он вас обманывает, он порой может это сделать так как-то глупо, что это на поверхности. Либо если он схитрить как-то хочет, вы это можете видеть прям. Но мысли о вас самого теплого, прекрасного, высокого порядка. Аркан солнца. Вы его солнце, вы освещаете его жизнь вот этим прекрасным, ярким, теплым светом. Поэтому я вот недавно говорила в каких-то раскладах, у меня прям шло мне такая информация, что он вас называет малышкой, маленькой, принцессой, девочкой, крошкой. Ну, какими-то вот такими словами. Малюткой, сладкой, штучкой. Ну, чем-то вот таким. Какие-то такие слова у него есть в отношении к вам. И он это говорит искренне. По отношению к вам. У него такие мысли и такие слова, если он их произносит, это правда. Потому что мысли такого вот порядка о вас. Аркан солнца. Он очень тепло о вас думает. Когда вспоминает, у него мысли очень-очень-очень о вас. Теплые и чувства. Мы уже смотрим чувства. Аркан чувств. Аркан солнца. Он испытывает к вам теплые, нежные, всеобъемлющие чувства. Вы его солнце. Вы действительно тот самый свет, который согревает его жизнь. Вот кто вы для него. Его чувства. Аркан солнца. Хорошо. Ну, и поскольку у нас экспресс-расклад, мы глубоко не смотрим. Нам, в принципе, надо посмотреть, что сегодня в его жизни происходит. Какие действия можно ожидать с его стороны в ближайшее время. Но тут он появится. Если он, допустим, у вас заглохло все, да, и вы не в отношениях, на паузе сейчас, то здесь человек должен объявиться. Причем ему как-то даже и самому хочется прояснить как-то вашу ситуацию. Что сейчас происходит. Может быть, знаете, так, что он вам не пишет, не появляется, и вы молчите. И у него прям желание прояснить, как это так, она может мне не писать, она может меня зеркалить, она может так себя вести. Мне нужно выяснить, в чем дело. Либо он просто может как-то неожиданно появиться. Вот он может здесь неожиданно появиться. У него есть желание какую-то ситуацию, какие-то вопросы с вами прояснить. Он понимает, что есть что-то такое, что вам действительно нужно выяснить. Может быть, какой-то разговор должен состояться между вами, и он понимает, что это необходимо. Но в ближайших действиях здесь мужчина может появиться. У кого-то это не может, а точно он будет. Здесь он не морозится, это точно. Но дело в том, что у некоторых из вас это может быть достаточно конфликтный вариант. У кого-то просто человек неожиданно появится. У кого-то может по аркану Паш Мечей, как какой-то незрелый подросток, такой своенравный, появиться и что-нибудь там вам вернуть, что-нибудь нехорошие слова, допустим. Просто будьте к этому готовы. Если это произойдет, воспримите это мудро. И поймите, что он это делает не со зла, потому что в чувствах к вам выходит аркан солнца, а потому что это вот, это, так сказать, характеристики его личности на данный момент. Его состояние эмоциональное сейчас, оно у него сложное. Может быть, он просто захочет вам с вами поделиться, что происходит в его жизни, либо что-то с вами выяснить. А может, он вообще вас ревнует. А может быть, он просто за вами соскучился. Или еще что-то в этом роде. Но действия какие-то здесь могут быть неожиданные, вы можете не ожидать. Вот то, что он сделает, может быть как бы для вас сюрпризом. Вот так можно. Можно это охарактеризовать. Ну, вот такой получился расклад. Надеюсь, вам было интересно. Он вас развлек, был вам полезен. Очень буду вам благодарна за пальчик вверх, за ваш теплый комментарий под моим видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же вас всех целую, а крепко обнимаю, нежно и тепло. Очень вас люблю. Желаю вам счастья, любви только самых светлых, прекрасных энергий, ваших отношений, самых достойных партнеров в вашей жизни. И, конечно, покровительства и защиты высших сил. Всех целую, люблю. Пока-пока. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok